Дорогие друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии люди-волонтёры, те, которые помогают другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как раз мы будем говорить в ближайшие 40 минут именно о волонтёрстве, именно о такой вот безвозмездной, бескорыстной помощи. И слава Богу, что такая помощь, такие люди есть в нашем городе. Сегодня в нашей студии представители временного приюта для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это куратор приюта Мария Чемпина и психолог приюта Яна Иванова. Дорогие гости, здравствуйте! Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Планировалась ещё одна гостья, подопечная вашего приюта, Лидия, которая, к сожалению, не смогла подойти по определённым обстоятельствам жизненным. Но, тем не менее, я думаю, что, как мы планировали эфир начать с её истории, я думаю, что не стоит этот сценарий менять. Давайте, может быть, на её примере расскажем о том, что происходит с людьми, которым необходимо потом оказывается ваша помощь. Расскажите, пожалуйста, немножко об её истории. Может быть, Яна, вы начнёте, вы, наверное, больше знаете, да, поскольку вы психолог и работаете непосредственно с каждым человеком, с его запросом. — Лидия, женщина у нас 45 лет, она поступила к нам с дочерью. Дочка девятый класс, в этом году должна сдавать ОГЭ. Есть у нас, ну, есть проблема именно в обучении у девочки. У них постоянного жилья вообще нет. У них был развод когда-то, жестокое обращение домашнее. Тиран был отец ребёнка. Несколько раз они возвращались, несколько раз уходили из дома. Вот итоги попали к нам. — А при разводе же как-то жильё должно делиться между супругами? — Там жильё было матери мужа, и туда они не претендуют. — А у самой Лидии никаких родственников, никого нет вообще? — Есть родственники, но с ними она общения не имеет. В данный момент отчуждение. — А почему? Какой причёс? — Конфликтная ситуация. Ну, в общем, у них с сестрой, ну, более близкая вроде была сестра, сейчас в данный момент у них конфликт. — Почему не может человек найти работу, например, и снимать жильё? — Она всё время находит непостоянное время работы, и в этом, скорее всего, есть тоже индивидуальные особенности и здоровье женщины. Поэтому вот у неё вот так. — То есть из-за того, что у неё проблемы со здоровьем, она не может найти работу на долгое время, на постоянное время? — Да. Сейчас показывается она у невролога, психотерапевт уходит, в общем, занимается своим здоровьем тоже. — На что тоже, конечно же, нужны финансы. — Конечно. — Поэтому вашему приюту необходимы люди, которые могут быть волонтёрами, которые могут сделать какие-то пожертвования, да, или могут предложить какую-то помощь. Мария, расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вашему приюту, какая помощь нужна и кто нужен, может быть, из специалистов, из кураторов? — Ну, наш приют, как я ранее говорила, существует на средства грантов, и эти средства мы не можем и нельзя выделить это на продукты питания, на хозяйственные бытовые принадлежности, да, элементарно. Они всегда нужны, всегда. А продукты иногда приносят наши жертвователи, волонтёры. Также лекарственные препараты, они стоят остро, потому что женщины, вот, пострадавшие от домашнего насилия или оставшиеся без средств к существованию, они к нам приходят и вообще не могут элементарно, вот, когда заболевают респираторными заболеваниями, да, грипп или простуда, у них нет средств, чтобы купить элементарный, там, спрей для носа, какой-то антивирусные, да, противовирусные антибиотики, вот. Даже если они пройдут обследование, да, они не могут приобрести лекарственные препараты никак, вот. Вот, и когда проходят обследование, очень даже сложно попасть к узким специалистам медицинским. Это как неврологу. С осени, вот, наша Лидия пыталась попасть, еле как нашла запись, вот. И кардиологу тоже очень сложно попасть, гастроэнтерологу, у неё проблемы с желудком. Ну, это всё по месту жительства можно, но поскольку у неё проблемы с квартирой, да, с местом жительства, поэтому, конечно, сложно, и остаётся, наверное, только какие-то платные варианты. Угу, и прописки, когда, и прописки нет, когда прописка отсутствует, да, не лишается многих прав, даже элементарно, вот, оформить пособие, стать центром занятости на учёт, как нуждающихся, вот, на поиск работы, да, и, вот, тоже выборы, они не могут проголосовать, вообще свой голос отдать ни за кого, никак не могут. Ну, какая-то вот безысходность, в то же время они не могут жить в вашем приюте временной, так он называется, вечно. Да, это временно. Что же делать таким людям, какая вообще, где у них свет в конце тоннеля? Некоторые устраиваются на работу и арендуют. Ну, вот, в этой ситуации, допустим, у нашей героини, которая нам разрешила, да, говорить о её ситуации, мы с разрешением говорим и называем фамилию, соблюдаем бережность, экологичность. Да. Вот, в её ситуации как быть? Она всё равно на какое-то время может рассчитывать на ваш приют? Дальше ей придётся что-то уже предпринимать? Да, она сейчас уже всё равно построила планы, в том, что в будущем, да, в дальнейшем устроится на работу и будет снимать. Вот, пока ищет работу, сейчас проходит медосмотр, санминимум, сейчас вот... Значит, есть такая надежда, что пока она живёт в вашем временном приюте, она может поправить здоровье и потом найти нормальную работу. Да, и своё финансовое положение тоже может поправить, так как это у нас безвозмездное предоставление жилья. Они бесплатно живут, расплачиваются с долгами, которые накопились, если есть, копят, откладывают. Ну, самое главное, они получают крышу над головой, да, и вот это безопасное пространство, где они могут быть в сохранности, и своих детей тоже они могут в безопасности оставить. Да. Ну, это мы говорим про тех, у кого есть угроза домашнего насилия, кому сложно возвращаться в прежнюю жизнь. Сколько таких женщин, ну, может быть, в общем, на сегодня в вашем приюте, и что за истории, так, если... На сегодня у нас четыре семьи, в них, так, шесть детей. Две семьи по домашнему и жестокому обращению, да, домашнему насилию, и две семьи по финансовым проблемам. Отсутствие жилья, конечно, у всех, и финансовые проблемы. А есть ли какое-то определенное время, которое они могут находиться в вашем приюте, либо это продляется по индивидуальным каким-то... Да, по положению у нас примерно, ну, мы подумали то, что в пределах трёх месяцев, да, можно решить свою проблему. И как-то выйти из ситуации, найти жильё, разрешиться с родственниками, помириться с кем-то, да. Или же... И так же индивидуально у всех, в основном. Например, леди у нас живёт с августа. Вот, ещё одна женщина есть, она дольше всех живёт вообще с прошлого года. Некоторые пришли бы в этом году, вот только в январе. Одна пришла в ноябре. Вот. Всё индивидуально рассматривается. Мы же не можем вот в минус 50, минус 40... Ну, конечно. Твой срок истёк, давай выходи. Мы никак не можем такое сказать, конечно. И при том, что у вас сейчас четыре семьи, вы ещё можете взять, да, кого-то, кто сейчас в такой сложной жизненной ситуации? Примерно сейчас на 80%, если так, примерно, сказать, загруженность приюта. И если у кого-то такая ситуация, если из наших зрителей и слушателей кому-то эта информация важна и нужна, то к вам могут обратиться по номеру телефона, да, мы можем его озвучить. Да, конечно. 8-924-898-3917. Мегафон 8-9-8-3917. Можно написать или позвонить и узнать о том, как можно к вам попасть. Ну, это, наверное, какие-то спонтанные, скорее всего, случаи, да, внезапные, когда что-то случается, и человек действительно оказывается на улице. Ну, хорошо, что есть такой телефон, и можно звонить круглосуточно, да? Нет. С 9 до 6. 9 до 6. Администраторы работают с 9 до 6, и телефон как бы оставляют на... То есть, если это среди ночи или поздно вечером, то где-то нужно человеку побыть до утра, да, там уже потом выйти на вас. Лучше позвонить в полицию, и полиция на нас выйдет. Для того, чтобы решить вот такие финансовые сложности, да, жилищные сложности, наверняка нужно прийти сначала вот в равновесие, да, в психологическое равновесие. И вы там, Яна, вы, конечно, помогаете. Какие методы работы с подопечными вот в центре, в приюте? Ну, я хочу начать с того, что приют – это всё-таки не общежитие. Невозможно просто вот предоставлять жильё и надеяться, что проблемы все вот так прямо, как в сказке, решатся, да, и исчезнут они. Поэтому главная задача здесь в первую очередь уже при консультировании найти доброжелательный контакт с женщиной тяжёлой жизненной ситуацией, сделать анализ её жизни, понять именно вот личную её историю, да, её страхи, возможно, мотивация есть, нет, да, самооценки, ресурсы какие есть, вот всё это как бы проанализировать. И сделать вот индивидуальный план работы. Индивидуально подходим к каждой семье, к каждой женщине. Всех женщин, которые к нам обращаются за помощью, обычно объединяет то, что прямо сейчас им некуда идти. Вот с ребёнком она осталась в замешательстве, в страхе. Но если они заходят, иногда бывает так, что женщина говорит, мне психологическая помощь, в принципе, не нужна, я вот только вот жильё мне надо. Это как раз-таки говорит о том, что очень нужна. Ага, потом начинаем разговаривать. И если копнуть так поглубже, у каждой есть уже свои проблемы личные. И каждой нужен, конечно же, индивидуальный вот такой подход, да, который в итоге, конечно, мы и диагностику проводим, и коррексия, планирование дальнейшей жизни, да. Вот эти все пункты планирования, которые женщина сама составляет, кстати, и сама старается выполнить. И с каждым разом, когда она что-то выполняет, она для себя уже понимает, что оказывается, я-то могу и могу дальше пойти. Вот так, сама. Вот к этому мы стараемся привести. Вот недавно я проводила интервью среди женщин приюта и женщин, которые уже живут самостоятельно, да. Был вопрос, причины, боль женщин, приведшие именно вот к ТЖС. И они говорят, вот это было домашнее насилие. Это был развод. Это был... Нам было очень страшно в этот момент, да. Это был затяжной какой-то кризис семьи, возможно, да. И денег не было, незнание каких-то законов, может быть, да. Вот выплаты очень многие не получали. Также алкоголизм близких людей. Также ментальные проблемы самой женщины тоже могут быть. Вот в этом году мы с этим столкнулись напрямую, скажем так. И тоже это очень важно, когда ты именно вот такие интервью делаешь, когда уже женщина выбыла, да, и уже становится понятно. Она уже анализирует свою ситуацию, она уже может высказать все, что было и как было. Вот, и, конечно же, основные направления моей работы – это вот работа с личной историей самой женщины, снятие тревожности, во-первых, да, агрессии, может быть, повышение самооценки и стрессоустойчивости, и, конечно же, ресурсирование на изменения в жизни. Это очень важно. И, конечно же, мы работаем над детско-родительскими отношениями, потому что в основном у нас женщины малообразованные, и случаи есть такие, когда вот женщина, например, сама, может быть, в детстве была, и с насилием связана была ее жизнь, жила, может быть, в неблагополучной семье, например, да, и вот она не может создать семью нормальную, да, не может общение наладить. И вот здесь ей при налаживании с ребенком контакта тоже очень нужна вот эта консультация, просвещение, скажем так. Как бы чтобы какое-то место было, где она может со стороны как будто бы посмотреть на свою историю, вы помогаете найти вот эту первопричину, да, откуда все началось, и там немножечко, может быть, как-то поработать, подумать, почувствовать. Мария, у меня к вам вопрос. Давайте, может быть, мы, все-таки цель нашего эфира, да, наверное, это привлечь внимание к социума нашего общества, к тем людям, которым на сегодня нужна помощь. Вот вашему приюту, давайте еще раз перечислим, какая помощь нужна. Продукты могут, да, принести в ваш приют, то есть могут созвониться, да, спросить, подвезти, либо вы можете, да, забрать. Лучше привезти. Лучше привезти, да, потому что транспорт, да, тем более, что вы находитесь, в принципе, да, в центре города, адрес вы не называете, я знаю, но вот территориально обозначим. А потом нужны средства гигиены. И хозяйственно-бытовые. Хозяйственно-бытовые. Да, место, спейль, вот это вот, ну, подом, быт, чтобы везти. Чистящие средства, да. Чистящие средства, да, чтобы содержать приют в чистоте. Одежда, одежда какая-то? Одежда нет. Одежда не нужна? Одежда, если нужна конкретно женщине какой-то, которая вот нуждается, которая пришла к нам, обратилась, мы только адресно ищем, если на момент вот сейчас кому-то нужна куртка или вот унты, перчатки, шапка. В общем, питание, продукты питания и бытовая химия, и также денежные какие-то средства могут перевезти дарители, благодетели, волонтёры. Они могут найти вас, да, в интернете, в ваш сайт. На сайт. Да, или позвонить по телефону и спросить, куда можно перевезти, да. Также вы собираетесь же по каким-то маленьким, да, вот можно перечитать маленькие суммы, сделать привязку, да, к своей карте и что-то такое. Да, есть акция, акция рубль в день, и там, ну, в месяц списывается 30 рублей, если ты подписываешься по рублю в день, да, то это, как бы, ну, совсем мало для нас, несущественная такая сумма. Но если много кто, ну, все мы подпишемся, да, на эту акцию, то это вообще очень большая помощь. С миру понисти, да. Потом нужны какие-то лекарства могут, да, какие-то препараты. Лекарственные препараты тоже. Да, это могут также позвонить, узнать, что нужно, да, или, например, если остаётся у кого-то в аптечке какие-то препараты, они также могут вам отдать, да? Да, с хорошим сроком, конечно. Да, вдруг они пригодятся. Что-то ещё, может быть, какая-то помощь нужна вот такая вот физическая от людей и волонтёров? Физическая помощь от волонтёров именно для семьи Лидии надо, нужна. Для дочери. А что нужно? Лидии нужен нам репетитор, чтобы подготовиться к АГЕ. Математика и русский язык. Это очень важно, потому что есть сложности в учёбе, как Яна Ивановна подметила, да. Либо нужен благотворитель, который оплатит услуги этого репетитора, да? Да, конечно, да. Может напрямую оплатить репетитора, да, и как бы девочка может посещать этого репетитора. И так как Лидия работает на ситуативных заработках, у неё нет средств элементарно оплатить выпускной альбом своей дочери. Это тоже очень грустно, можно так сказать. Я надеюсь, что те, кто нас смотрят, люди, да, кто нас смотрят и слышат, наверняка найдётся кто-то, кто откликнется. У меня есть команда соведущих, наша хорошая дружная команда, и мы тоже хотим поучаствовать в благотворительности. Я вам напишу обязательно после эфира и подключусь рублём вот от всех нас, от нашей команды. Спасибо большое, дорогие гости, что вы сегодня пришли. Я думаю, что то, о чём мы говорим, очень важно, и периодически об этом стоит говорить, напоминать. Хоть Мария и говорит, я вот уже рассказывала, да, но кто-то нас, может быть, видит впервые, кто-то уже за суетой, за своими бытовыми какими-то делами и подзабыл. Поэтому о таких вещах не грех напомнить и ещё раз рассказать о том, что в нашем городе существует вот такая помощь волонтёрская, есть такой приют, временный приют, где женщины, которые попали в сложную ситуацию, чаще всего это семейное насилие с детьми, они могут прийти и получить там безопасное пространство, в котором какое-то время у них будет, чтобы восстановиться. И это замечательно, что есть такие люди, есть такая помощь. Плохо, конечно, что есть те, кому она пригождается. Ну, такая жизнь несправедливая. Дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Буквально через 4 минуты мы вернёмся и будем говорить тоже о волонтёрстве, тоже о помощи, но немножко о другое. Какое, вы узнаете через 4 минуты. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить про волонтёрство, про добрые дела. И в нашей студии клуб «28 петель» в лице координатора клуба Сахая Павловой и участницы клуба Натальи Жуковой. Дорогие гости, здравствуйте, рада вас видеть. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. И первый мой вопрос, наверное, с чего всё началось, с чего всё завязалось. Наталья, наверное, к вам, потому что вы старожила клуба вообще этой темы. Да, я как старожила в клубе к участникам вошла в 2017 году, и в этом же году он был создан. И тогда она собирала девушку-координатор, её звали Алина. Она потом переехала в другой город, и координатором стала у нас Сахая Павлова. Может быть, мы немножко расскажем о том, для кого этот клуб, да, что это такое вообще, почему «28 петель». Ну, клуб объединяет тех женщин, которые хотят помочь детям, родившимся раньше срока. Мы их специально не называем недоношенными, да, ненадушками или какими-то... А это о каком сроке идёт речь? Это, ну, раньше срока, это 28-30... Поэтому 28 петель. Нет, не поэтому. 28 петель, потому что носочки, которые мы вяжем, состоят ровно из 28 петель. Это вот такие крошечные носочки, да, вот можно посмотреть, да? Да. Ой, какие маленькие даже нет. Мы ещё вяжем вот шапочки, жилетики, вот коконы. Последнее время нас просят вязать перинатальные центры. И, конечно же, наши игрушки-комфортеры. Это дети, которые рождаются в семье, у них есть родители. Да. Просто вы вот так вот выражаете свою заботу о таких детях? Да, мы не в семью отдаём, а именно работаем с перинатальным центром и медицинским центром, где вот ухаживают за недоношенными детьми. Это вяжется специально из чистошерстяных вещей, которые не... вернее, дают детям ощущение тепла, и они своими вот колкостью, да, не дают детям заснуть. Да, и они говорят иногда забывают дышать, да, и вот эта вот колкость именно даёт им движение, да, в теле. И вот у них начинается дыхание восстанавливается, кровообращение восстанавливается, и они даёт, конечно, тепло. Надо же, как интересно, я даже никогда не думала о таком. То есть вот эти вещи надевают на маленьких деток, на голые тельцы? Да, на голые тельцы. И они же там лежат каких-то специальных, да, таких же? Да, и чтобы температуру поддерживать тоже. Вот именно стопроцентная шерсть надо. Никаких акрилов, никаких вот примесей не надо. А где вы берёте материалы для таких вещей? Вы сами покупаете или у вас есть спонсоры? Мы покупаем в основном сами, но иногда нам приносят спонсоры, да, которые вот из других городов, да, 28 петель, клуб, да, он распространён по всей России, даже по всему миру уже, да. И вот когда узнают, что у нас намечается марафон, а мы вот именно марафонами, да, вяжем, и тогда нам вот отправляют, кто-то вот приносит. Просто люди, которые узнают об этом марафоне, могут сделать какое-то пожертвование просто так от души для себя. Я добавлю ещё у нас в магазинах пряжи действует коробка добра. Там они и покупатели могут положить для нас пряжу. Вы не думайте, что один моток из одного мотка выходит целый комплект, да, вещей, а из одного мотка хлопка, да, выходят три штуки игрушки. Так что даже один моток – это очень большая помощь для нас. А почему родители сами не могут связать для своих детей, которые вот раньше срока родились, такие вещи? Ну, родители не все мамочки умеют вязать, да, и как бы бабушек просят. Ну, и в такой ситуации, да, как бы недовязание мамочкам иногда. Ну, и, наверное, такая помощь, да, очень поддерживает. Да, у нас, ну, вступают родители малышей именно таких, находят наш клуб из социальных сетей и присоединяются к нам, как бы и живое общение у нас, и всё. То есть в ваши ряды могут прийти те люди, которые любят, хотят вязать и хотят вот что-то такое хорошее сделать? Нету, ну, без разницы, ни пол, ни возраст не имеет значения, даже и кто не умеет вязать, мы научим. И вы собираетесь в какие-то дни, да, в какие-то часы сидите вместе, вяжете, или это всё дома, просто каждый сам в свободное время для себя? Ну, в основном дома, ну, вяжут наши волонтёры, но мы после марафонов встречаемся все и кого-то там награждаем, кто больше вяжет, кто как участвовал, ну, пытаемся, как бы, это, наших волонтёров тоже поддержать. Спасибо. Возможно, из тех, кто нас слушает и смотрит, кто-то захочет присоединиться к нашему разговору и позвонить нам, телефоны 32 00 66 и 32 11 66, пожалуйста, присоединяйтесь, может быть, захотите вопрос какой-то задать, может быть, какой-то отзыв оставить, мы вас будем рады слышать. Сколько человек на сегодня, вот, в общем, в вашем клубе, и какая помощь сегодня вашему клубу нужна? У нас 38 женщин, среди них есть также наши мамочки, у которых есть дети, вот, Тарапушки, мы их любя называем, да, вот, и какая нам нужна помощь, да, ну, конечно же, можно вот в магазине, в магазинах пряжи, в корзину добра положить, купить пряжу и положить туда, да, можно принести нам через координаторов, или же присоединиться к нам и начать с нами вязать вместе. Так здорово, так интересно, так всё, так всё по-доброму. Сколько лет существует уже ваш клуб и в нашем городе? Ну, вот, в августе 6 лет мы отмечали, вот, встречались. И получается, что вот вы с мамочками знакомитесь, когда ребёнку помогаете, да, который раньше срока родился, и потом это... Ну, мы не знаем. Ну, знакомитесь, я имею в виду, что они потом приходят в ваш клуб и тоже начинают вязать, вот так откликаются на вашу помощь. Вообще, обратная связь, какая она для вас, и что важно вам, вот, получить в виде обратной связи, и как вы вообще её... Насколько вы понимаете, что вот то, что вы делаете, очень нужно и важно? Ну, обратную связь мы получаем, конечно, с перинатального центра и медицинского центра, где вот именно лежат детки на уходе, да, и то, что они нам заказывают, да, вот через какое-то определённое время говорят, нам нужно вот эти срочно отправить столько-то вещей, да, и мы срочно начинаем вязать, и вот приносим и передаём в перинатальный центр. Ну, ещё важно, что вот у вас есть люди, которые давно, да, в вашем клубе, то есть есть опыт уже, они могут какой-то заказ очень быстро, да, связать, они уже знают, сколько это нужно, петель, да, сколько нужно там, не знаю, какая вязка должна быть, какие нитки должны быть. Да, вот 17 ноября, Международный день недоношенных детей, да, и вот перинатальный центр и медцентры, ну, в этот день собирают малышей, которые, выпускники, которые там лежали, вот они приходят, стишки рассказывают и показывают фотки до, после, как они выросли, это, ну... Вы прямо до слёз, Наташа, так долго поддерживают связь с такими детками, ничего себе, что они сами даже приходят уже потом. Да. Мне прямо до слёз, до слёз растрогали. Папочки, когда приходят, забирать, тоже у них аж слёзки на глазах бывают, ну, детки же в больнице лежат, и они вот приходят ко мне домой и вот так, ну, держат, и вот это, да. Не настолько маленькие, да, что ли? Да, крохотные. Наверное, такие вещи потом у них остаются, да, как семейные реликвии, или они могут их потом вам обратно принести? У нас нехватка вещей в наших перинатальных центрах, поэтому, как бы, домой не забирают. Ну, бывает, там, когда больше, там, носочки и шапочки могут передать, а так все вещи на этот, ну, обратно другим детям остаются. Поэтому у нас очень большая нехватка волонтёров, чтобы дети потом себе взяли с собой. Тогда на сегодняшний день вам нужны волонтёры. Расскажите, пожалуйста, о том, что это должны быть за люди, что они должны делать, так, чтобы понятно было. Ну, это те люди, которые умеют вязать, да, лицевые, изнаночные, да, и готовы вот безвозмездно работать и в кратчайшие сроки. Ну, они такие маленькие, что их можно прямо в кратчайшие сроки связать. Руку набить. Да, мы отправляем мастер-классы или же пока у нас даже проводим мастер-классы, да, и можем научить вязать. Особенно вот тех мамочек, которые выписались уже с этих центров, да, и им уже на дому нужны именно такие вот вещи. Вот, слушатели, зрители, пожалуйста, кто хочет принять участие вот в такой доброй акции, кто умеет вязать, вы можете выйти на клуб «28 петель» и предложить свою помощь, присоединиться к такому замечательному, доброму волонтёрскому движению и помочь вот деткам вырастать, становиться чуть больше. Вы, может быть, у вас есть какое-то вот своё пространство, когда вы полностью, вот, ну, вот весь ваш клуб собирается, вас же, в общем-то, 38, да, вы сказали, человек, не сказать, что уж так много, но немало, да, и вот какое-то вот это вот единение, чтобы вы одновременно вот вязали и находились в этом занятии, или вы так не делаете? Ну, к сожалению, у нас нету своего пространства, да, мы как бы, ну, в кафешках встречаемся, в парке встречались, вот благотворительный фонд «Харсхал» нам комнатку давал, ну, вот так. Вот такие встречи, наверное, нужны, когда ты вот видишь, да, всех с кем-то в одной команде, да, когда можешь пообщаться и одновременно какое-то дело доброе делать, да, и даже можно же интересно, кто вот за какое время там что успевает связать, да? Да. Может быть, тогда нужны спонсоры, которые могут предоставить, вот, ну, пусть там не все сразу 38, да, человек придёт, но какое-то количество людей придёт и будет вот заниматься вот таким вот вязанием. Было бы хорошо, конечно, потому что мы же, собираем вещи сперва, да, я как координатор всё, как бы, проверяю, и до передачки у меня дома прямо куча-куча вещей лежат, ну, как бы, если было бы своё помещение, конечно, было бы здорово. Ещё же их нужно как-то обрабатывать, да, эти вещи, их стирать, наверное, вы не стираете? Стираем, влажно-тепловая обработка, а потом в перинатальных центрах они тоже сами обрабатывают. Обрабатывают? – Да. – Да. – Да. – Особые требования там есть, да, и вот эти требования мы всегда вывешиваем у нас в клубе и даём список пряжи, из которой можно вязать, и что нельзя, конечно. И у нас действует своя размерная сетка. Детки же маленькие же, а могут связать очень большой носом, ну, поэтому есть своя размерная сетка, именно от веса ребёнка зависит это. – Да, поэтому было бы хорошо, чтобы это было очно, да, и, например, те, кто только пришли в ваш клуб, они бы сидели и смотрели, как старожилы, да, вот, например, те, кто уже набили руку, как они делают, учились, вот, получается, прямо здесь на месте. Почему вы сами вдруг решили заниматься этим? – Вопрос к каждой из вас. – Я всегда помогаю людям, да, вот, до этого мы помогали детям-инвалидам, которые прикреплены в первой поликлинике, это называлась наша акция «Связано добро», и как-то плавно мы перетекли в клуб 28 петель, и, ну, это помощь, наверное, от всего сердца. – А вы почему? – Ну, вот, в 21-м году я узнала о существовании этого клуба, да, когда объявили вакансию координатора, я с радостью написала туда. Ну, я сама родилась недоножкой, поэтому для меня это, как бы, это близко. – Это называется такая тема? – Да. – А как вы научились вязать? Вот я знаю, что Наталья прекрасно вяжет, мы общаемся с Натальей какое-то время уже, и очень тепло, я очень рада такому знакомству, и вот свитер, который сегодня на вас, вот это украшение, это вот всё, вы сами создали такую красоту. – Ну, я вообще вязать не умею, я вообще руками мало что умею делать. А как вы научились вязать? Кто вас научил? – Ну, я научилась ещё в детстве, где-то в третьем классе у нас был кружок вязания, и я туда с охотой ходила. И вот с тех пор я вяжу. – Ну, я тоже со школы люблю вязать, вязание, ну, всегда вязала, как всегда со спицей на руках. – Сейчас с удовольствием вяжется, потому что очень много сейчас всевозможной пряжи, красивой, такой нежной, да. Раньше у нас в моём детстве пряжи не было, и мы распускали уже поношенные вещи, да, и оттуда вязали. А теперь столько сейчас возможностей, столько сейчас такой красоты, что невозможно сидеть, сложа руки и не вязать. – Тем более наш климат, да, способствует, хочется утеплиться большую часть года. – Да. Дорогие гости, возможно, какой-то вопрос я вам не задала, вы что-то хотите сказать, пожалуйста, у вас есть возможность. У нас не так много времени осталось до конца эфира. Может быть, какой-то вопрос я не задала, вы хотите что-то сказать на большую аудиторию, может быть, какие-то пожелания, может, обратиться, может быть, какую-то историю рассказать короткую про вашу работу, может быть, про какую-то семью, которые помогли про какого-то малыша, может быть, недавно совсем. Или, может быть, ещё расскажем о том, что нужно к клубу. Самый маленький недоношенный ребёнок, в книгу рекордов Гиннесов, он был 420 грамм. А у нас, в Якутске, малыш родился 440 грамм. Вот это факт, наверное, надо сказать. И такой малыш вырос потом, подрослый в вашей... Да, в нашем перинатальном центре выходили. И в ваших вязаных вещах. Да, но наша доля тоже есть. Ничего себе! Я вообще не знала. Обычно же как-то смотришь, да, там что-то про медицину, про новорождённых. Они как-то вроде бы как и голенькие там совсем лежат. Я даже не знала, что лежат в таких вязаных вещах, честно. Или я как-то это не видела? Да, самая первая вещь, когда недоножком одевают, это шапочка. А вот да, вот вещи вещами, а осьминожки для чего? Вот осьминожки дают в руки ребёнку, да. И вот эти вот щупальца дают такое ощущение, что ребёнок находится в утробе матери и держит за пуповину. Да вы что! И вот это вот именно ощущение такое, что вот такое тактильное ощущение даёт ребёнку именно то, что он находится всегда с матерью. Так это можно и потом детям, такие вот игрушки, да? Потому что для ребёнка же всё равно, который вовремя родился, стресс, что он вот сейчас без соприкосновения с мамой, да? Такие вот тоже привычные ощущения. Да. Значит, могут и у вас... Они залежат же недоножки, и они как бы там зонты всякие, ну вот многое же чего, и они хватаются именно за эти щупальцы, и потом дыхание как бы нормализуется, и более спокойно становится, и не выдёргивает. Вот эти вот... Ну дети же, это факт же, что они вот более хватальные, и у них это... Так это и для детских домов хорошо, для детей можно на заказ делать, и вообще кому-то даже в семью вот такие хосминогов связать. Вы на заказ не работаете? Нет, нам пока перинатальный центр обеспечить как-то... А, у вас и так много, да? Да. Есть чем заняться. Спасибо вам большое, я очень рада, что сегодня познакомилась с вашим клубом, я всё равно видела эту тему, она мелькала передо мной, но я глубоко так не вникала, но вижу там что-то люди вяжут, что-то такое маленькое, красивое, умилительное, но оказывается, вы таким большим делом занимаетесь, огромное вам спасибо за это, и пусть в вашем клубе будет больше людей, больше добровольцев, волонтёров. Для тех, кто сегодня нас слышит и видит, пожалуйста, находите Клуб 28 Петель в соцсетях и присоединяйтесь, выходите на связь и вершите добрые дела, то, что вы делаете, замечательно. И также можете прийти в любой магазин, где продаётся пряжа, и продавцы подскажут, да, куда можно сложить кусочки шерсти, моточки шерсти, из которых потом будут получаться вот такие замечательные, и главное, что очень нужные, маленьким деткам вещи. Спасибо вам большое, слушателям, зрителям, спасибо за внимание, и всем хорошего вечера.